Всем привет, меня зовут Рем, и в этом сканкасте мы реализуем регистрацию пользователей. Прежде чем начать работать на новой фиче, я предпочитаю создать для нее отдельную ветку в гите. Для этого мы выполним команду git branch и название новой ветки, например, signup, и переключимся в нее с помощью команды checkout, signup. Начнем с интригационного теста. Давайте зайдем, нажмем, protected tests, у нас здесь есть functional testing, мы один уже написали, и создадим новый файл signuptest.php. Итак, у нас есть signuptest, и у нас есть, мы написали один тест, который делает следующее. Мы открываем signup, убеждаемся в том, что существует форма с id signupform, в дальнейшем заполняем 4 поля username, email, password и password repeat, нажимаем на кнопку, ждем, когда загрузится новая страница, и убеждаемся, что данный текст присутствует на странице. Давайте сразу попытаемся запомнить с вами самые распространенные команды Selenium, это open, который открывает страницу, assert element present или text present, который убеждается в том, что присутствует на странице конкретный элемент или текст. type печатает в каком-то поле, в текстовом поле, и click кликает по ссылке или кнопке, а если мы еще добавляем and wait, то еще ждет загрузки новой страницы. Это самый простой, наверное, сценарий, который только возможен. Давайте попробуем запустить тест и посмотреть, что произойдет. Но прежде чем мы запустим, так как у нас здесь есть click and wait, давайте сразу в webtest case для всех тестов мы сделаем this set timeout равный 5 секунд. Это установит ожидание Selenium на 5 секунд, потому что так нам стоит очень много, и долго ждать. И давайте попробуем запустить наш тест. Зайдем в protect tests и запустим phpunit functional signup test. И посмотрим, что получится. И вот что у нас получается. Мы видим, что мы находимся на нужной нам странице signup, но данной формы нет. Ее нет и потому, что ее просто нет, и еще потому, что у нас даже нет такого раута, такого маршрута, как signup. Давайте вспомним, как работает MVC. У нас есть определенный URL, который мы передаем. И URL-менеджер анализирует его в соответствии с правилами и передает управление соответствующему контроллеру в экшен. То есть в нашем случае мы с вами в конфиге, в main, у нас есть компонент URL-менеджер, и в нем есть правила rules. И мы с вами, например, здесь определили, что для главной страницы мы хотим, чтобы управление передавалось контроллеру home и экшену index. Но посмотрим давайте на home. Управление передается в home controller index action. Мы смотрим controller, home controller, index action. Здесь в контроллере мы инициализируем какие-то модели, передаем им нужную информацию, просим их что-то сделать, и затем передаем результат во view, чтобы вывести результат. В eFramework мы используем для этого метод render и указываем имя view, в данном случае index. И вторым параметром мы можем передать массив параметров. Например, пускай будет greetings, welcome. Этот параметр, эти перемены будут доступны, то есть переменная greetings будет доступна во view index. Давайте создадим. Views хранятся в папке views, и каждому контроллеру соответствует папка с тем же именем. Для home controller у нас папка home. И в этой папке мы создадим view index.php. Откроем его и, например, просто выведем greetings. И дальше этот view помещается, рендерится у нас в layout. Давайте мы даже запустим, я не хотел запускать, но мы запустим браузер и посмотрим. Viewsource сейчас просто идет pwelcome.p, потому что наш layout не представляет ничего из себя. Давайте сделаем layout более наглядным, более таким каким-то приближенным к реальности в application. У нас здесь только выводится с помощью команды echo content только выводится результат view. А сейчас давайте мы добавим сюда html. Вот таким образом мы создали самый очень простой html документ, и в body мы поместили с вами echo, echo content. Теперь, если мы пойдем в браузер и обновим страницу, посмотрим в исходник, мы увидим, что вот у нас как раз за место этого вставился в layout. У нас есть тест, и теперь нам нужно сделать его зеленым. Так как форма у нас будет, собственно говоря, неразрывно связана с моделью, мы будем использовать для этого и виджет, то начнем мы с создания миграции и, соответственно, модели. Давайте создадим миграцию, для этого мы перейдем в корень проекта и выполним команду protected console migrate. И передадим ей команду create, это создаст новый файл миграции. Чтобы в дальнейшем поддержка не превратилась в кошмар, лучше всего сразу определиться с тем, как вы будете называть миграции. Я, когда создаю новую таблицу, называю ее new, затем название таблицы users и затем table, new users table. Yes, и это создало нам файл. Давайте посмотрим. Файл создался в папке migrations. Идем сюда. Здесь удалим все сейчас. Create table. И мы создадим table users. На save up метод запускается тогда, когда мы запускаем саму миграцию, а save down запускается тогда, когда мы хотим rollback-нуться, то есть вернуться на другую, на предыдущий, откатиться обратно. Для того, чтобы создать таблицу, мы используем метод create table. Первый параметр — это название таблицы, второй параметр — это поля таблицы, и третий параметр — дополнительная команда. Например, можно определить кодировку и inodb. Итак, мы создаем таблицу с полем id, который является primary key. Это создаст интежер и сразу же primary key. User name, cryptid password, зашифрованный пароль, email и salt. Для того, чтобы запустить миграцию, мы перейдем опять в терминал и выполним count-protected и migrate. И это создало нам таблицу. То же самое хорошо бы повторить и для тестовой нашей таблицы. Для этого, ну это не совсем красиво, но я делаю это примерно так. Так, я открываю наш консоль PHP и заменяю здесь коины на тест. То есть я меняю базу данных, затем выполняю ту же самую команду, и тем самым я провожу миграцию и для тестовой. Дальше я просто здесь опять меняю на development и закрываю. Хорошо. Закроем здесь все. Хорошо. Итак, у нас есть база данных. Теперь давайте создадим модель. В E используется модель с паттерном ActiveRecord. Для ее создания мы создадим в папке models. У меня она здесь отсутствует. Я ее случайно удалил. В папке models мы создадим файл user.php. И это будет нашей моделью. User.users. То есть модель наследуется от класса C ActiveRecord и должна содержать статичный метод модель, model, который возвращает parent model класс name, и table name users. Ну, имя таблицы. В дальнейшем мы еще добавим сюда остальные методы, которые нам нужны, но этого уже достаточно, чтобы инициализировать модель, класс и, соответственно, выполнять какие-то операции на базе данных. Итак, что же по сути такое регистрация? Регистрация – это просто создание новой записи в таблице users. Для крада я обычно использую имена, как в рельсах, хотя, конечно, вы можете использовать любые другие. Давайте опять вернемся в наш main.php, в наш конфигурационный файл, и добавим сюда следующий маршрут. Мы хотим сделать signup, но по сути он будет нас ввести в контроллер users.near, который будет нам показывать форму создания нового пользователя или регистрации. И теперь давайте создадим контроллер. Для этого в папку controllers мы создаем контроллер users, users-controller.php, users-controller, который расширяется, наследуется от контроллера, и здесь мы создаем экшены. Мы определили, что экшен будет называться new. В e-фреймверке экшены – это публичные методы, которые начинаются с слова action, и дальше name идет с большой буквы new. Что мы делаем в этом экшене? Мы создаем, инициализируем нового юзера, и мы просто this, render, render, new. И передаем нашему view юзеру, которого мы только что инициализировали. Теперь давайте создадим вид, в котором будет храниться наша форма. Для этого мы создадим сначала папку users во вьюсах, и здесь мы создадим файл new.php. И для того, чтобы создать нам форму, мы воспользуемся виджетом activeform, который, по сути, мы присваиваем переменной форм виджет, cactiveform, и передаем им дополнительные параметры. Мы передадим ему id, signupform, по которому у нас тест узнает, есть ли он или нет. И еще мы добавим сюда action, который будет называться users.create. То есть данные будут передаваться в контроллер users и action.create. И здесь мы создадим форму. Итак, вот наша форма. Мы используем виджет форм, и в нем мы используем для создания лейбла, мы используем метод label.exe, первым параметром которого является модель, которую мы передали из контроллера, и вторым параметром поля таблицы, атрибут модели. То же самое мы делаем для текстфилда, это создает нам текстовый фил, текстовое поле, и то же самое мы делаем для error, если у нас возникла какая-то ошибка валидации, то это выведет нам ошибку. И то же самое повторяем для остальных вещей. Но обратите внимание, у нас здесь есть password и password.repeat, но в нашей таблице, которую мы создавали, у нас таких полей нет, у нас есть поле encrypted password. Поэтому для того, чтобы у нас не возникло ошибки, мы password и password.repeat добавим в нашу модель. Давайте откроем модель user, и добавим сюда публичные переменные password и password.repeat. Хорошо. Эта форма у нас срендерится, нажмется на кнопку и передастся в user.create. Users.create. Давайте создадим users.create в нашем user.controller. Создадим новый action. Назовем его create. Итак, наш action.create создает нового пользователя и используем метод attributes, который заполняет поля нашей модели массивом user. Для этого, конечно, нужно знать, как формируются у нас в e-фреймверке имена. Мы сейчас на это... На самом деле давайте посмотрим. Если мы пойдем сейчас в sign-up form, мы увидим форму, и посмотрев в исходнике, мы увидим, что name у каждого поля формируется следующим образом. User и в квадратных скобках username. Если мы возьмем password, мы увидим user email, user password. То есть в конце концов, PHP передается массив user со всеми этими полями. И attributes заполняет все поля модели вот этим массивом. И дальше, если у нас валидация проходит и user успешно сохраняется, тогда мы устанавливаем flash message с ключом success с нашим сообщением и перенаправляем на главную страницу. Если же что-то пошло не так, мы опять рендерим ту же самую форму, но уже передаем модель с какими-то ошибками, которые будут переданы пользователю. Но для того, чтобы у нас тест прошел, нам необходимо также flash не только установить, но и также отобразить. Да, мы это делаем в нашем layout.